Неделю назад на территории 21-й школы открыли новый спортивный манеж. Первые футбольные тренировки и занятия физической культурой уже провели. Подробнее в нашем сюжете. В день открытия здесь прошла тренировка для юных спартаковцев и состоялся галло-матч по футболу между школьниками и Люберецким спорткомитетом. Теперь провели первый урок физкультуры. Вообще мы ждали очень долго этого манежа, чтобы учиться, заниматься здесь на физкультуре. Поле божественное. Все круто. Все красиво сделано. Так приятно вообще сюда приходить, играть. Занятия по физической культуре проводят с утра, а во второй половине дня тренируются воспитанники футбольной школы «Спартак». Так как у нас школа насчитывает порядка 750 воспитанников и не имеет материально-технической базы, появился вот этот прекрасный футбольный манеж кругогодичный, всесезонный, где мы можем проводить качественный тренировочный процесс. Этот футбольный манеж объединяет все филиалы, которые у нас существуют. А в Люберцах у нас насчитывается 9 филиалов в разных локациях города. Посетил манеж и пообщался со школьниками депутат Государственной думы Роман Тюрюшков. Восьмиклассники поделились впечатлениями о новом манеже. Вы знаете, что в этом году у нас 400-летие Люберец. Более того, это не только знаковое событие, оно еще подклиплено тем, что в этом году 111 лет люберецкому футболу. Об этом мало кто знает, но мы, футболисты, об этом знаем. Поэтому хотим подарить нам тематический мяч, это 400 лет люберцы. Таких спортивных манежей в округе теперь два. Первый открыт на территории 42-го лицея в сентябре позапрошлого года. Сейчас люберцы может стать хорошим пилотным проектом по модернизации спортивной инфраструктуры, образовательных школ. А дети именно здесь. Уверен, что эта практика будет распространена и на другие муниципалитеты Московской области. Мы сейчас говорили, что в Раменском можно на стадионе построить подобный объект для того, чтобы спортивная школа имела хорошие условия для занятий спортом. В этом году в Люберцах откроют еще три спортивных манежа на базе общеобразовательных учреждений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.